Глава региона посетил школу поселка Искатели и убедился в выполнении всех необходимых требований для обеспечения учеников начального звена качественным горячим питанием. А также передал в спортзал школы спортивный инвентарь. Александра Литкова расскажет подробнее. Уроки физкультуры, пожалуй, один из самых любимых предметов для школьников. Почти все ребята готовы заниматься спортом и внеучебное время. Для мальчиков это даже мой любимый предмет. Мы остаемся подольше. Мы приходим на физкультуру, мы всегда проводим сначала какие-то нормативы, сдаем по физкультуре, потом играем. У нас даже вне школы есть, учителя сами зовут нас сюда поиграть. Мы с удовольствием приходим, играем. Также вот секции есть футбольные. Мы с командой выезжаем, играем, занимаем места. То есть физкультуру очень нравится, любим ей заниматься. Для полноценных тренировок по волейболу учащимся школы необходимо как минимум 10 мячей, то есть один мяч на пару. Мячей для тренировок не хватает. Мечи, которые нам подарили, мы просили, потому что у нас есть программа, вот и четвертая четверть вся, и спортивные игры, и волейбол. Не только в школу, и волейбол по программе. Вот четвертая четверть у нас будет полностью заниматься волейболом. И мы не могли даже детей научить. Ни верхней передачи, ни подачи, нет, мячей не было. В парах работать нечем. Теперь мы будем оттачивать это мастерство. Десять новых мячей для игры в волейбол учащимся шестой школы вручил губернатор Нинецкого округа Юрий Бездудный совместно с председателем Совета депутатов поселка Искателей Иваном Егоровым. Также в рамках рабочей поездки в поселок Искателей глава региона проверил качество питания учеников начального звена. Ребят кормят замечательно. Есть свежие фрукты. Сегодня были мандарины, причем хорошие, качественные мандарины. Была запеканка тоже свежая из продукции Нинецкой агропромышленной компании со сгущенкой. Поэтому мы увидели, что после того, как ребята поели, мало что остается. Это значит, что питание нравится и питание хорошее. Напомню, в Нинецком округе право учеников начальной школы на бесплатное горячее питание было закреплено законодательно. Соответствующие поправки в окружной закон об образовании в Нинецком автономном округе были приняты в марте прошлого года.